Утро от первого, мы на месте. Ты на нас за рвотом, кушай, и летать у сколы голоса. Угазов принято, уезжаем. Вечером примерно в 9 часов полицейских и врачей скорой помощи вызвали на улицу Раскулбекова. Здесь, в одном из частных домов, во время строительных работ удар электрическим током получил молодой человек. Прибывшие полицейские выяснили, что вечером после работы мужчины договорились помочь товарищу установить перекрытие на крыше. Во время работ один из приглашенных, работавший с болгаркой, коснулся оголенного электрического провода. Разрад в 220 вольт для молодого человека оказался смертельным. На место происшествия свидетели трагедии вызвали врачей скорой помощи, но еще до прибытия медиков пострадавший скончался. Сейчас подробности несчастного случая устанавливают сотрудники Альфа-Арабийского РУВД. Главная версия происшедшего – нарушение правил техники безопасности при ведении электротехнических работ. В Ардобасинском районе введен в действие новый мини-ЦОУ. Местный центр оперативного управления действует по принципу ЦОУ Департаментов внутренних дел области и укомплектован самой современной аппаратурой. Пока в районном центре Тамерлан установлены 12 видеокамер наблюдения. Они контролируют рынки, школы и другие общественные места. Подобный центр оперативного управления, первый на уровне республики, открытый в районном центре. ЦОУ в РУВД поможет полиции следить за порядком, вовремя реагировать и предупреждать преступления и правонарушения. В мини-ЦОУ есть доступ ко всем базам данных полиции. Наблюдение за порядком операторов мини-ЦОУ ведется в онлайн-режиме. Всего из бюджета Ардобасинского района на строительство ЦОУ выделено 12 миллионов тенге. Но на этом останавливаться мы не намерены. Все камеры видеонаблюдения последнего поколения. Они могут самостоятельно вращаться по периметру, меняя обзор на 360 градусов. Оснащены ночным видением, а картинка различима даже при плохой видимости. Видеокамеры также способны определить номер разыскиваемой автомашины и передать сведения на пульт дежурного мини-ЦОУ. Это позволит горожанам в любое время суток обращаться за помощью в полицию. Всего в Южно-Казахстанской области это 14 мини-ЦОУ. До этого в 13 районах действовали 13 мини-ЦОУ, где работают 145 видеокамер. Из местного бюджета выделено 170 миллионов тенге. Составлено 3700 протоколов мелких правонарушений, таких как торговля и курение в запрещенных местах, переход улиц пешеходами в неположенных местах, нарушение правил дорожного движения. Только за последние 10 минут мы выявили три нарушения общественного порядка. До конца года руководство Ордобасы планирует установить меню ЦОУ еще в 5-6 аулах, что должно сделать еще безопаснее улицы Ордобасинского района. В три часа дня на пульт спасателя оперативного отряда департамента ПЧС поступил вызов с одного из пятиэтажных домов 11 микрорайона. Горожане сообщили, что из соседней квартиры раздаются слабые призывы о помощи. Прибывшим на место вызова спасателям жильцы дома сообщили, что в квартире проживает одинокая престарелая женщина. В течение длительного времени она не реагирует на телефонные звонки и стук в дверь. При помощи инструментов сотрудники отряда вскрыли железную дверь и прошли в жилище. Женщине действительно требовалась помощь. Она по неосторожности упала в ванну, откуда выбраться самостоятельно не смогла. Там она провела несколько часов, пока не приехали специалисты департамента ПЧС. Спасатели оказали первую помощь пострадавшей и передали ее в руки подъехавшим медикам. В 6 часов вечера спасателям за помощью обратились жители микрорайона Тарас. Они рассказали, что в их дом проникла змея. Рептилию спасатели после продолжительных поисков обнаружили в ванной комнате. Здесь она пыталась забиться в трещины в кафельной стене. Способность маскировки змеи удивила даже спасателей. Чтобы проникнуть незаметно в ванную, рептилий пришлось проделать незамеченный немалый путь по многочисленным комнатам. К счастью, все обошлось. В происшествии никто не пострадал. Змею спасатели изловили и вывезли в безопасное для людей место. Продолжение следует...